Привет всем! Я Ксения. Я живу в Нидерландах чуть более трех лет, но до сих пор не могу привыкнуть к тому, что под конец года здесь очень зелено и ни малейшего намека на снежинку. И тогда я ищу и создаю сама свое новогоднее настроение. Поехали со мной! Но на самом деле поймать новогоднее настроение не так уж и сложно. Просто стоит оглянуться вокруг, вспомнить новогодние традиции и наслаждаться приходом самого красивого и волшебного месяца в году. Уже в начале ноября магазины потихоньку начали выставлять новогодние товары. Если зайти в этот магазин, то можно вообще забыть, что на улице кругом зелено и плюс десять. И в этом магазине я хочу все! Поехали! 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 Новогодние праздники в Нидерландах напоминают не только магазины, но и вот такие лотки с масляными шарами, пончиками. По-голландски это... Олиболь! Олибол! Волейбол! Волейбол! Олибол! Да! Это что-то типа наших пышек. Олибол! Вот такая кулинарная традиция. Олибол! 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 Конечно, красный колпачок, свитер с оленями, костюм гнома и вот его первая новогодняя фотосессия. 11 ноября в Нидерландах отмечают день Святого Мартина. Дети с самодельными фонарями ходят по домам и поют песни Святого Мартина, а в ответ получают конфеты. Мы тоже запаслись конфетами. Где нет, Майкл? Ещё одна популярная традиция – это отправлять открытки. Открытки везде, в каждом магазине, в каждом газетном киоске и даже в продуктовых магазинах. Одним словом, я бы сказала, какая-то открытка мания. Я переняла эту традицию и в ноябре уже отправляю открытки в Санкт-Петербург, так как обычно они идут месяц. Для России я покупаю открытки с голландскими пейзажами. Вот эти в этом году отправятся в дальний путь. Новогоднее настроение создано. И это только начало. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok